Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с представителями древнеегипетской мифологии Хепри или Хепера-Хепер-Хепра-Чепри. Бог с лицом скоробея в древнеегипетской религии, олицетворяющий восходящее или утреннее солнце. В более широком смысле он также может олицетворять творение и обновление жизни. Хепри происходит от глагола египетского языка Хепр, означающего развиваться, возникать или создавать. Бог был связан с жуком скоробеем и часто изображался в виде него. Молодые навозные жуки, отложенные в виде яйц внутри навозного шара, выходят из него полностью сформированными и таким образом считались созданными из ничего. Египтяне верили, что каждый день солнце также возрождается или создается из ничего. Точно так же, как жук гоняет по земле большие шары навоза, Хепри передвигал по небу новорожденное солнце. Хепри был солнечным божеством и таким образом связан с восходящим солнцем и мифическим сотворением мира. Бог и жук скоробей олицетворяет творение и возрождение. Не было культа, посвященное Хепри, и он был в значительной степени подчинен более великому богу – солнце Ра. Часто Хепри и другое солнечное божество – Атом – рассматривались как аспекты Ра. Хепри был утренним солнцем, Ра был полуденным солнцем, а Атом был солнцем вечером. Как божество Хепри выполнял четыре основные функции – создатель, защитник, бог солнца и бог воскрешения. Центральным верованием, окружавшим Хепри, была способность бога обновлять жизнь, точно так же, как он каждое утро восстанавливал существование солнца. Муминифицированные жуки скоробей и амулеты скоробей были найдены в додинастических захоронениях, что указывает на то, что Хепри пользовался уважением на ранних этапах истории Древнего Египта. Хепри в основном изображался как священный скоробей, хотя на некоторых надгробных рисунках и погребальных папирусах он представлен как человек мужского пола со скоробеем в качестве головы, или как скоробей с мужской головой, появляющий из панциря жука. Он также изображен в виде скоробея на солнечном барке, которую нут держит вождь. В амулетах со скоробеями, которые египтяне использовали в качестве украшения и печати, упоминается Хепри и новорожденное солнце. Считается, что Хепри появился на свет таким же образом, как молодой жук скоробей, появляется из своего полностью сформированного навозного шарика. Вот так вкратце из Википедии. О, боги с лицом скоробея в древнеегипетской религии, о лицетворяющей восходящее или утреннее солнце, Хепри. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok